добрый день говорит радиостанция свобода показывает телеканал настоящее время это программа археология меня зовут сергей медведев продолжаем раскапывать вечные проблемы вечные темы русской жизни и одна из неизбывных проблем это конечно водка в россии пить перефразируя мем известную фразу прошлого года о масштабах этой проблемы в сюжете нашего корреспондента анастасии тищенко жидкость для очистки стекол косметические средства для ванны парфюмерия медицинские препараты когда нет денег на качественный алкоголь вход идут любые подручные средства иногда вместо этанола в них содержится метанол что приводит к отравлению к смерти официальной статистики по потреблению подобных средств нет как и нет точных данных о состоянии нелегального рынка алкогольной продукции в россии есть лишь приблизительные показатели так во время антиалкогольной кампании горбачева падение легального рынка привело к тому что резко возросло количество продаваемого самогона в результате его производство стало уголовным преступлением но самогон не сдал позиции не помогла и отмена монополия государства на производство алкоголя в начале 90-х подделки по данным роспотребнадзора составляли 30 40 процентов от всех продаваемых алкогольных напитков стране потребление легальной продукции возросло лишь с улучшением экономики в нулевые увеличилась покупательская способность ужесточился государственный контроль стали защищать товарный знак россияне начали употреблять больше вина и пиво в то же время отменили запрет на производство самогона 2001 года аппарат для его приготовления может купить любой желающий но в последние годы кризис вновь заставляет людей искать более дешевое средство опьянения ведь цена за легальный товар возросла практически в два с половиной раза из-за повышения акцизов в результате очередные массовые вспышки отравления 11 человек погибли в красноярске от поддельного виски 74 от боярышника в иркутске и в то время как одни исследователи отмечают снижение потребления крепкого алкоголя другие говорят о росте контрафакта и домашних заготовок так что же такое водка национальная беда россии или главная скрепа своего рода жидкий субстрат русскости говорим об этом с нашими сегодняшними гостями это я на рощина социолог доцент кафедры экономической социологии в школы экономики и максим горюнов философ у нас такое социолог философ но я может быть в качестве то ли историка то ли политолога поговорим о социологии водки и философии водки так как я хочу это назвать программу дау водки водка как русский дау и отчасти о политике водки но вы знаете для начала я хочу разобраться одним мифом ветерая россия как я выяснил недавно далеко не самая пьющая в мире страна я посмотрел по статистике 16 года на первом месте литовцы 16 литров чистого алкоголя на душ населения на втором месте белоруссия 15 на третьем латвии 13 и россия вместе с польщей только на четвертом 12 так почему же именно да за какой год данные за 16 до всемирной организации здравоохранения рост отдает другие цифры а какие цифры рост отдает вот я специально с собой взяла рост отдает за шестнадцатый год всего-навсего 6 и 6 литра на чистого алкоголя на душ населения это продажи а видимо они дачи то что вы смотрели это они досчитывают с учетом нелегально домашнего алкоголя самогона домашнего а это тогда были похоже ближе к реальности как бы легальный акцизный алкоголь и ну здесь как раз очень трудно на самом деле действительно оценить вот эту долю не продаж а то что люди хотя в продаже вообще-то нелегальный не то что нелегальный контрафактный должен входить потому что его часто тоже продают в этом смысле эти продажи это то что идет через торговую сеть то что дает нам росстат досчитывают все очень по-разному то что идет вне торговой сети то что люди производят поэтому ну как сказать вот точно сказать понятно понятно это похоже в общем всемирная организация здравоохранения дает в два раза большую цифру чем росстат но тем не менее даже если учитывать вот эти цифры россия не чемпион но почему максим как вы считаете почему именно в россии в культуре сложился такой устойчивый миф водки как некого ядра национального характера ну по поводу национального характера нам у меня на этот взгляд такая теория касаемо корпоративности российского общества его сословности на мой взгляд вот когда мы говорим о пьянстве русских людей в общем пьянство русских людей вообще такой большой широкая эта тема она в общем эксплуатируется большим количеством как мне кажется ведомств и целых целых партий грубо говоря пьющие люди это большая большой дискурс у русских националистов например а пьющие пью спивающиеся русские мужики это большой диск как бы большая тема который там живет министерство здравоохранения и так далее все все это используется для того чтобы попрошайничать у государства какие-нибудь очередные ресурсы дотации и так далее то есть в общем когда мы говорим о русской водке как правило так очень мало соотносится вот все эти представления о там распевающимся русских людях они как как правило очень мало соотносятся с реальностью вот но они соотносятся вот со стратегиями которые позволяют допустим министру здравоохранения или допустим русским националистам или губернатором в особенности от губерния которые расположены вот неподалеку от москвы то есть там рязань владимир и так далее а получать от федерального бюджета дополнительные какие-нибудь очередная конструируемая угроза как скажем угроза запада так сказать надо в воронеже войска нато под воронежем то же самое это сказать водка как мне кажется апелляция вот в публичной сфере к тому что у нас же там в рязани русские мужики спиваются и по этому поводу нужно какой-то очередной транш из федерального бюджета направить эту рязань вот он по моему как бы к большая тема и она я я согласен здесь очень интересно действительно вы такой политологический политэкономический аспект этого всего поднимаете но максим но все же и реальная проблема существующие когда мы посмотрим на иркутскую историю 16 года с боярышником ну и собственно я не знаю наше общее знание о русской культуре там последних четырехсот даже лет начиная с русской литературы в армии служил и если мы соотнести вот какими именно способами рядовые солдаты в основном там пытались выйти из реальности да то в общем алкоголь это примерно половина как правило люди покупали траву то есть вот для молодой молодежи как более актуальны другие способы да и алкота конопля и так далее дешевле это где-то ближе к южным рубежам нет это же кура но там все все-таки с юга наверное из казахстана не думаю да 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 не знаю откуда нашла но вот в общем вот то есть люди как правило мало пили на при этом много курили и курить вот в чаще чаще и активнее и регулярнее чем напиваться водка я на вы как считаете это что один из вот таких 1 мифологий для внутреннего и внешнего потребления или действительно это одна из главнейших таскать социальных особенностей россии ну я не думаю честно говоря что это миф если смотреть на динамику потребления скажем так вот действительно на статистику то как раз может быть последние несколько лет начиная с примерно 2010 года не очень характерны потому что идет очевидный спад довольно сильный ну по многим данным снижение потребления алкоголя в первую очередь водки ну водка на самом деле давно снижается потому что за 90-е годы вообще произошло изменение очень сильные структуры потребления алкоголя вот та водка до которую мы считаем национальным напитком национальным характером если хотите то что с ней связывалось ее потребление снижается уже достаточно давно практически с 90-х годов то есть сначала 90-х годов до конца 90-х годов пиво постоянно росло спрос на пиво и количество людей которые пиво пьют водка все время эти позиции сдавала издает до сих пор то есть невзирая не на кризис и на 98 год не на 2008 есть некоторые некоторые спады некоторые падения но в принципе происходит замещение во многом благодаря тому что приходят новые поколения то что то есть то что можно посмотреть но не считая людей там 160 у них вообще снижение идет потребление алкоголя водку больше пьют люди среднего возраста вот сейчас но это те кто были молодыми соответственно там я не знаю 20 лет назад предположим а то и больше а то и 40 то молодежь которая приходит сейчас она вообще не ориентирована на водку то есть если посмотреть по возрастам как молодежь современная пьет среди них вот водку за по данным социологического опроса они говорят что вот за предыдущие 30 дней пили водку но это будет в пределах 10 процентов по сравнению там я не знаю 60 широкой выборке да по разным по разным слоям населения да 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 это репрезентативные по малым городам россии в том числе это репрезентативные данные по всей россии поэтому молодежь в принципе на водку не ориентирована ну в среднем конечно по разным социальным слоям по разу что пиво в основном пиво да поэтому водка конечно остается но так если смотреть по кейс стадия скажем да если выезжать малые города в удаленные города в общем там встречается и водка встречается и боярышник я видела в общем в одном из населенных пунктов алтая очень удаленного где просто все усыпанное пузырьками именно от боярышник это конечно тот самый не учтенный алкоголь который вот видимо не входит в 6 и 6 литров но входят в то что считает 12 до поэтому это безусловно есть но трудно сказать что будет дальше потому что приходят новые поколения грубо говоря люди которые пьют водку они уходят постепенно поэтому что будет через 20 лет останется водка национальным продуктом или нет трудно сказать скорее всего в качестве элемента идентичности конечно водка останется как мне кажется никто не носит косоворотки но все знают что косоворотки это русская и носит бороды вот лопатой как у дугина но при этом все знают что это русская это вот борода косоворотка и стакан водки в общем питью вряд ли кто будет вот такое что-то отдаленное наверху находящиеся то есть это будет поглощено каким-то рынком потребительской культурой люди будут пить разный алкоголь на мой взгляд вообще смерти русской водки вот в таком большом план когда таким вообще исчезнет на пояс тогда когда губернаторы поймут что ссылаться на вымирающих русских людей от водки больше не перспективно под это больше не дают деньги как только эта тема увянет в общем на этом я думаю русская водкой и помрет вот вымирающие русские люди даже если взять не знаю определенные регионы и малые города водка играет роль в депопуляции в демографических проблемах россии потому что не знаю читая как бы не профессионально но читая весь огромный объем литературы поэтому по этому поводу что это как главный бич россии ну судя по тем исследованиям которые я читала это уже далеко не наблюдение но как бы вот в моих путешествиях скажем то что показывает именно исследования по данным то действительно водка это очень важный фактор смертности и собственно говоря если смотреть по цифрам то корреляция между потреблением алкоголя смертностью в россии она существует в этом смысле вот 90-е годы очень серьезная да у нас был всплеск смертности существенная доля этого приходится именно на алкоголь когда мы видим потому что контрафакт пошел сначала 90-х да весь этот спирт говорю рояльно неизвестного производства алкоголь в том числе в том числе и это но вообще как бы на стиле потребление алкоголя российские он конечно не способствует здоровью нации потому что как известно есть несколько стилей потребления алкоголя да вот то что называется северным стилем это водка плюс запой то есть это люди пьют редко но много и соответственно это гораздо хуже чем например как во франции да вот в регулярно потребляющих они каждый день выпивать там 12 бокала и в общем это но как бы совершенно другое дело да если даже тот же будет объем там высчитанный в градусах в этом смысле безусловно вот исследования показывают по совершенно разным данным что до водка ну вообще объем потребления алкоголя безусловно является важным фактором смертности так что в этом смысле пока что ничего не изменилось на переход на пиво кстати считает что это лучше потому что пивной алкоголизм тоже существует но все-таки пиво это не запойный до напиток это как бы такой размазанные по жизни дурман особенно если брать по моему россии российское пиво а вы ведь максим замена водки пивом вижу и вот по поводу разницы между потреблением водки и пивом скопайте когда говорят о том что водку много пьют в маленьких городах нужно понимать что в современной россии в основном если человек активно экономически и у него есть какая-то востребованная специальность какие-то планы на жизнь в общем он из маленького города уезжает как правило он уезжает в большой город где он пьет пиво те люди как и немногие кто остаются в маленьких городах деревнях они сильно спиваются при помощи водки разделение разделение идет такой если ты остался грубо говоря если вы сейчас приезжаете в день недавно ездил к знакомым в деревню ты приезжай зрение там действительно есть как бы два-три пьяных мужика больше никого нет но их там эти 23 пьяных мужика больше никого нет потому что все остальные уехали на заработки ближайшие города у кого амбиции поменьше уехали в областной центр у кого амбиции действительно большими кто переехал в москву или в петербург Вот куда-нибудь так. И переехав, здесь, разумеется, водка они потребляют довольно редко, как правило, они потребляют пиво. А вот водка — это для тех, кто остался, остался в русской провинции, для тех, кто по каким-то причинам разным не в состоянии доехать в какой-нибудь областной центр, устроиться там куда-нибудь, ну, хотя бы на стройку, да, и он остается на месте, деньги получает каким-нибудь там странным способом, то есть какая-то маленькая подработка, и деньги тратятся либо на сверхдешевую водку, либо на вот боярышнику. Да, то есть, в общем, водка — это напиток, напиток, ну, социально не адаптированных, социально не устроенных. Ну, в общем, кто не вписался, да, кто не вписался, тот с водкой и уходят. У меня знакомый был, вот я сам из города Старой Руссы, такой маленький районный центр, там чуть больше 30 тысяч населения, знакомый, мы вместе в военкомате становились на учет, и он как-то рассказывал, очень интересно, говорит, я, говорит, почему редко приезжаю домой, хотя там расстояние 250 километров от Петербурга, потому что я здесь приезжаю, я здесь начинаю пить водку, у меня запой начинается. А вот пока я в городе, пока я в Петербурге, я пью пиво, и я работаю, и поэтому я редко приезжаю домой, и, как правило, время провожу там, в Петербурге, потому что, ну, как бы, так целее буду. То есть, водка — это какой-то такой вот то, что Яна говорит, северный стиль, это такой, как бы, архаичный лайфстайл, это некий такой стереотип архаики, засасывающий, связанный вот с такой вот уходящей натурой, уходящей Россией. Да-да-да, российская область, например, Псковская область практически полностью опустела, Новгородская область пустеет, Ивановская область пустеет. Не Черноземья, грубо говоря. Да-да, не Черноземья уезжает, и, в общем, все экономически активные, кто были, мы же должны еще понимать, что русская деревня, из русской деревни, те, кто был хоть сколько-нибудь к чему не способен, перебираются в город на протяжении уже, там, не знаю, лет 150, да, там, начиналось с крепостного права. Соответственно, за 150 лет из русской деревни все лучшее, что там могло быть, все, что обладали, ну, в такой, в плане экономики, люди, которые могли получить образование и так далее, и так далее, уже уехали. То есть, на Черноземье остались вот те, кто за 150 лет так и не умудрился никуда уехать. И они, разумеется, медленно исчезают. То есть, жизнь, она здесь, в больших городах, в Петербурге, в Москве, может быть, в каком-нибудь областном центре. А в маленьких городках нет, и там, в общем-то, захлестывает водка. Тяжелое наследие крепостного права. Ну, не только. Вы знаете, может быть, покажется удивительным, но очень существенный вклад в то умирание деревни последних лет внесла школьная реформа, потому что закрывают школы, маленькие школы закрывают. А школы, я помимо алкоголя занималась еще исследованием в области образования, и это очень хорошо видно, и люди говорят, действительно, что пока в деревне есть школа, там есть какая-то жизнь, сохраняется молодежь. Кто это закрывает, действительно, вот, то, что говорит Максим, остаются люди в основном возрасте, и, ну да, один-два будет обязательно пьющих мужика. Да, смерть библиотеки там в малом городе, смерть школы, смерть там отмены автобуса, остается водка. Собственно, сценарий умирания вот этой внутренней, внутреннего архипелага русского. Продолжим наш разговор о водке, о ее роли в русской культуре, в русском социуме, в русской политике после большого перерыва. И снова здравствуйте, программа «Археология» на волнах Радио Свобода, телеканал «Настоящее время». Говорим сегодня об архетипе русском, о водке. Дау-водке, водка как национальная скрепа, водка как суррогат русской культуры. Об этом говорит, в частности, поэт Сергей Чигра в сюжете нашего корреспондента Антона Смирнова. Исповедь человека, употреблявшего водку. Мне было 14 лет, я учился в лицее. И мы с ребятами были оставлены в компьютерном классе, чтобы протирать там замыленные эти клавиатуры. Вот, а протирать нам надо было спиртом. Ну, мы решили, вау, штука какая, почему бы не попробовать? Вот, какая интересная вещь. И попробовали. Почему-то кто-то знал, что это надо закусывать карамелькой и ничем иным. Вот, у нас была карамелька, мы ее где-то раздобыли. Вот. Было крайне тяжело, смешно и странно одновременно. По-моему, я упал в обмахок. Вот, ну, то есть опьянение пришло сразу, моментально, и скопытило, и все. Я предпочитаю водку чистую, честную, прозрачную, холодную, только что из холодильничка. Вот такая вот водка. Это отличный напиток. У нее нет никакого привкуса, да, ароматизатора каких-то вот этих вот. Ты чисто пьешь алкоголь, ты за этим, собственно, все это делаешь, а не за тем, чтобы почувствовать какой-то вкус. Есть легкая фаза, такой вход, вход в опьянение. И, да, тут эйфория, повышенная коммуникабельность, там, не знаю, все кажется таким прекрасным. Вот. Эта стадия довольно быстро проходит, на самом деле. Вот. И, да, начинается потом какой-то такой философский момент, хочется что-то мудрить, темнить. Вот. А потом начинается стадия усталости. Ты просто пьешь, в принципе, ничего особенно говорить не можешь, формулировать не можешь, мысли путаются. Но ты пьешь, потому что ты уже, ты уже начал, почему бы не продолжать, в конце концов. А потом бывает, ну, в лучшие моменты возникает стадия плато, когда тебе, вот, сколько бы ты еще сверху бы не налил в себя, вот, ну, ничего не поменяется. При этом небольшой откат. Ты можешь, наконец, формулировать снова. Ты можешь говорить что-то умное иногда. Сегодня я вышел с работы, и я думал, что, ну, очень хочется выпить, потому что тяжелый сегодня денек, такой стрессовый. Вот. И я подумал, ну, что мне обычно заменяет алкоголь? Я думаю, ну, прогулка, прогулка долгая, такая упорная прогулка ногами. Это хорошо. И я так даже в фейсбучке запилил постик, да, и немедленно погулял. Как там, перефразирую товарища Венчика Ерофеева, и немедленно выпил, и немедленно погулял. Ну, вот, можно искать себе альтернативы, если не хочется бухать. А алкоголю, как таковому, как напитку, там, тысячи-тысячи лет, и определять это как зло или добро, ну, кто я такой, чтобы брать на себя такую функцию? Ну, вот. Но если есть возможность не начинать пить, не начинайте. И немедленно продолжили разговор. Максим, а вы когда в первый раз выпили? А, я вообще не пью. Вообще не пьете? Да. Вы в Зюзино просто наблюдаете за людьми? Да. Мне атмосфера нравится. А я вот, как, собственно, поэт Сергей Чигра, которого мы сейчас видели в нашем сюжете, я вот, я думаю, в 14, я, по-моему, на 15-летие впервые сознательно напился, было плохо. Но вот мы с друзьями, со своими одногласниками пили, и я, как вспоминаю, это было, ну, и, собственно, вообще такое выяснение моих отношений с водкой, кто кого, где-то продолжался этот период с 14 до, ну, наверное, с 15 до 18 лет. Потом все, в общем-то, более-менее успокоилось. Но до этого это был такой период инициации, вход в мир взрослости, в мир мужественности. Не, ну, ведь, мне кажется, это очень важный такой социальный обряд, когда молодые люди, особенно, ну, девушки, это иначе, наверное, происходит, это такой вход в мир мужского. Ну, про мир мужского у меня, наверное, трудно рассуждать в этом смысле. Социализация? Ну, в целом, да, если апеллирует к личному опыту, то нет, конечно. Хотя, на самом деле, я думаю, что это вообще социализация в целом, да, и, по крайней мере, если вспоминать, ну, скажем, достаточно давние времена, мне кажется, что для подростков в целом это был действительно важный элемент, вот, действительно, вхождение отчасти в мир взрослых и социализации, и общения. Это касалось и алкоголя, и сигарет, предположим, да, но в настоящее время, мне кажется, все-таки эти элементы отчасти смягчены, по крайней мере, вот, мои студенты в прошлом году делали такое исследование, как пьют студенты, именно, как пьют молодежь. И в этом отношении влияние окружения есть, они увидели, действительно, что, в общем, чем больше пьет окружение, тем больше человек пьет, но это происходит все-таки в гораздо меньших масштабах, чем это было раньше. Действительно, если посмотреть, вот, среди молодых поколений достаточно много, гораздо больше, чем это было там, я уж не говорю, 20 лет назад, но даже 10 людей, которые вообще не пьют. То есть, вот, как Максим, говорят, я не пью, я не пью никогда, поэтому в этом отношении, наверное, тоже какие-то сдвиги, я думаю, что мы можем ожидать. Ну, куда же все это ушло, Максим? Вот я вспоминаю, скажем, хрестоматийный рассказ Шолохова «Судьба человека», вот, когда он, собственно, над фашистами одерживает моральную победу, когда он выбивает стакан водки, Шнапса не закусывает, и после второй не закусывает, и только после третьего занюхивает кусочком хлеба, и все. Это, как бы, ключевой момент рассказа, это обидержана моральная победа над врагом. Мне кажется, это связано с постепенной демилитаризацией российского общества, потому что... А водка — это часть вот этой милитаристской эпоса? Разумеется, разумеется. Ну, смотрите, мы, когда берем водку, стакан водки, мы, когда его выпиваем, мы же понимаем, что это, как бы, это серьезная угроза своему здоровью. Да, и если мы сравниваем, как бы, те необходимые товарные качества военного, то, что он продает на рынке, да, то есть способности жертвовать своей жизнью, да, то есть когда ты свою жизнь расцениваешься как товар, да, и вот стакан водки, который ты, там, выпиваешь, он, как бы, это то, что, как бы, это тренировка этих качеств, да, то есть ты способен нанести себе серьезный урон, да, то есть солдат, он в состоянии, как поскольку он рискует своей жизнью и в любой момент готов с ней расстаться, Для него жизнь ничего не значит И здоровье ничего не значит А значит, это подчеркивается в том, что он выпивает большой-большой стакан водки И показывает, что мне плевать на мою жизнь Да, сейчас российское общество достаточно богато Для того, чтобы на жизнь ему не плевать Потому что жить хочется Благосостояние россияное растет понемногу, несмотря ни на что Поэтому жить хочется, а умирать не хочется И, соответственно, государству понемногу в армию больше не интересно Найти в армию маленькие зарплаты и так далее И, грубо говоря, чем меньше в России армейского, завоевательского, захватнического Тем меньше в ней остается и водки как таковой Знаете, как я сейчас спутно говорю Неделю назад на Каннском фестивале Там, где оценивались рекламные ролики Получил серебряную ветку Ролик, который был снят здесь в России для кофейни И этот ролик показывает о том, что кофейни начала торговать кофе через Тор И ролик был оформлен так, как будто бы Они не кофе продают, а они продают наркотики Там не было ничего про водку Водка никого не интересует Соответственно, нынешние молодые люди Они когда выпивали водку и через это входили в мир мужественности А здесь совсем другая игра Здесь найти поставщика наркотика Правильно оформить передачу Забегать от полиции Там ролик, около минуты, они куда-то бегут от полиции Кто-то их преследует Контакт с опасностью Он проходит теперь вот так Он минует водку Он по-другому выстроен И он абсолютно антигосударственный Вы когда выпивали водку 15-летний молодой ребенок выпивал стакан водки Как в фильме Шолохова «Судьба человека» Таким образом становился настоящим мужчиной Ну да, здесь вы несколько смыслов поднимаете С одной стороны, водка как инициация То, что мы говорили С другой стороны, водка как протест Как некая секретная операция Через сторос осуществляющая Водка как некая антигосударственная деятельность Алкоголь Есть еще один аспект, если разрешите Поскольку на самом деле Ну что такое водка, табак, наркотики Это некоторый уход из реальности Правильно? Соответственно, вот если почитать Ну я не знаю, классиков, может быть Историков, социологов Как Бродель Которые говорили, что во все времена Все народы находили такие вещества Которые позволяли Ну как бы отойти от реальности Хотя бы отчасти У разных народов это было по-разному Или там достаточно Хаксли вспомнить Который вообще пытался даже найти Какие-то заменители Там грибы Что это людям очень нужно Вот мне встречалась достаточно интересная концепция Относительно именно нынешней молодежи Что может быть Я не знаю, это конечно следовать надо Но такую концепцию я встречала Что сейчас на смену вот этим Так сказать, уходу от реальности Через алкоголь Приходит уход от реальности Через вот эти гаджеты Социальные сети Игры и так далее И так далее То есть люди как бы находят совершенно другой Другую замену И на самом деле Если посмотреть На современных Ну я не знаю Там подростков Это вообще конечно потрясающе Видно, что они просто Не могут оторваться От гаджетов своих И на самом деле Это тоже действует Отчасти как Элемент, к которому привыкают То есть люди Игры, эти социальные сети Они затягивают И возможно это некоторые Замещающие элементы Да, это очень интересно Действительно Там Фейсбук Или там любая соцсеть Как водка Как альтернативная платформа реальности Да, где Существует некий эскапизм Но смотрите Водка все-таки В отличие от социальных платформ И здесь опять-таки Максим апеллирует К вашим рассказам О Рюмочной Взюзине Где, как я понимаю Вы, так сказать, уже Чисто как антропологический Социал-социологический Антропологический эксперимент проводите Но все же Водка это Ну как в том анекдоте В старом помните Когда интеллигент Третьим его позвали пить И он бы с ними быстро выпил Хочет убежать Его отхвата говорит А поговорить Вот Так вот Водка это А про поговорить Водка это некая Платформа коммуникации В России В стране Которая, мне кажется Страдает От недостатки коммуникации Да У нас разрушена Публичная сфера У нас нет культуры Публичной речи И в той мере В которой она интересует Она существует Она строится На алкогольном общении Разве не так? Ну сейчас есть мессенджеры И в общем Все общение оно там Даже среди Я так понимаю Слишком сильно взрослых людей Ну не вся же Россия В мессенджерах сидит Ну не знаю Я так много баню Всяких людей у себя На фейсбуке Что мне кажется Что вся Россия там сидит То есть Фейсбук это вообще Крохи Ну Процентов 5 Ну я к тому Что люди общаются И в социальных сетях Вполне себе А Ну это по-моему Такое знаете Старое аналоговое общение Когда нужно прийти Куда-то сесть Выпить И только после этого Разговориться Вот по-моему В новом мире Который на нас накатывается Мир социальных сетей И игр Вот как раз в этом мире В общем алкоголь Не особо и нужен Ну социологи кстати Да Тоже опять же Интересное исследование И концепция Вообще делят напитки На два типа Есть напитки формальные Есть напитки неформальные К которым относятся Водка и пиво Которые совершенно правильно Вы говорите Именно позволяют людям Общаться Разговаривать И как бы Объединяет их А в чем разница Формальных и неформальных И что за формальные напитки К формальным напиткам Ну по крайней мере Вот в некоторых исследованиях Относят Например Шампанское и коньяк То есть это напитки Которые люди чаще пьют Ну на каких-то Официальных встречах Приемах Да И они в этом смысле Не способствуют Не способствуют общению Но действительно Очень многие исследования И концепции Показывают Что очень важным мотивом Вот помимо ухода Является общение И я думаю Что в этом отношении Это действительно Очень важная вещь Вот поговорить По крайней мере Потому что без водки Ну опять-таки Мы здесь на каком-то переломе Вы мне все время говорите Про новую приходящую реальность Про поколение миллениалов Максим про мессенджеры А я все хочу Оглянуться на русскую культуру Ну хорошо Не от Владимира Святого Которая там Веселье Руси есть пить А хотя бы Со времен там Ивана Грозного Какая-то вот водка По-большому Пришла на Русь Мне кажется Что водка Невероятно Была чуть не единственным Средством коммуникации Собственно Когда людям Развязывается язык Как люди Осуществляют там Бизнес-транзакции Что такое было В традиционной русской культуре Выпить с партнером И так далее Это фактически Побрататься Да Открыть сердце Развязать язык И вот мне кажется Что водка Выполняла очень важную роль Вот этого социального Лубриканта Ну я не историк Поэтому про Ивана Грозного Не берусь Но в советские времена Безусловно И я думаю Что для Вот как раз Тех поколений Которые Для которых Водка остается Ну как бы Основным напитком Это безусловно Есть Я не знаю В какой степени Пиво Способно Играть эту роль Ну наверное да Наверное Замещение такое происходит Ну я думаю Это в офисах Наверное да Люди там В пятницу Которые идут там Наверное Все таки не водку пить А там Офисные сотрудники Клерки распускают галстуки И идут там В пивной В паб Какой-то Ну понимаете Мне кажется Если мы говорим Совсем о новых людях То я думаю Надо отказываться Вообще от алкоголя Такого И говорить о легких наркотиках А о том Что потребляется О том что Скорее всего Потребление переходит В их сторону Куда-то туда дрейфует Вот И ну не знаю Если мы говорим О каких-нибудь Старых Из 90-х Каких-то Картинах Да Всем известный фильм Мама не горюй Там помните Два ветерана Афганской войны Они встречаются Они пьют Но самый интимный Самый возвышенный Момент их общения Это когда они Все-таки курят Вот Поэтому я думаю Здесь даже Не в сторону пива Тренд А в сторону Куда-то туда Даже так Но я думаю Да И для разговора Я думаю Это больше способствует Чем пиво Алкоголь Вместе Взятые Я с темой наркотиков Гораздо меньше Гораздо меньше Знакомой И очень трудно Практически Нет никаких данных На эту тему Я даже Мне трудно сказать Способствуют ли они Действительно Развязыванию языков Это все-таки Другой тип Воздействия на психику Поэтому Способствуют Может быть Ну Сознанием дела Отвечал Максим Ну это да Новый необычный Поворот нашей темы Я думаю Что мы отдельную Программу По согласованию С русским надзором Зарезервируем Под эту тему Пока сделаем Небольший перерыв Напомню Что у нас в гостях Санкционок Яна Рощина Философ Максим Гондон-Горюнов И говорим мы Об извеченной Русской проблеме Водки И снова здравствуйте Программа Археология На волнах Радио Свобода В эфире телеканала Настоящее время Меня зовут Сергей Медведев И говорим мы сегодня О водке Водка как национальная скрепа Водка как уходящая натура Как говорят нам сегодня Наши гости Философ Максим Горюнов И социолог Яна Рощина Заценка Экономической социологии Высшей школы экономики Действительно Является ли водка Неким универсальным Национальным кодом Некой константой Русской культуры Ну в любом случае Если посмотреть на Про текст Современной русской литературы Вот я не помню Кто из критиков Очень хорошо заметил Что если вся русская литература 19 века вышла Из гоголевской шинели То как он говорит Вся современная русская литература Вышла из Москва-петушки Венедикта Ерофеева Наши корреспонденты Проехали по маршруту Знаменитому электричке Москва-петушки Чтобы понять Что происходит С героем И венечки И с потреблением алкоголя В сегодняшней России Я в Эбгоду делал так Вечером в четверг Выпивал одним маком Три с половиной литра Йокша Три с половиной литра Йокша Выпивал и ложился спать Не разуваясь С одной только мыслью Проснусь я утром в пятницу И не проснусь Когда мне было 13 лет Я слушал ее перед сном Каждый вечер Запись В исполнении автора Засыпал под нее И она у меня записалась Как-то туда Как-то говорят На корочку С тех пор Как-то я живу Под Игиной Текста Из пустов же Асмина Выходит засланный Тихонов И щурится от меня И от солнца Что ты здесь делаешь Тихонов Я отрабатываю тезисы Все давно готовы К выступлению Кроме тезисов А вот теперь Тезисы готовы Значит ты считаешь Что ситуация назрела А кто ее знает И как-то немножко выпью Мне кажется Что назрела Конечно можно Когда считает Пропаганду Апоколизм Особенно Когда ты слушаешь Его в 13 лет И он Вливается в тебя Как какой-нибудь Вкусный Сладкий Или напиток Когда Становишься старше Тебе хочется Какой-нибудь Похожей эстетике В жизни Начинаешь Чего-нибудь Там потихонечку Укреплять Я вынул С чемоданчика Все что имею И все ощупал От бутерброда До розового крепкого За рук 37 Ощупал И вдруг Затомился Еще раз защупал И поблел Господь Вот ты видишь Чем я обладаю Но разве Это мне нужно Разве поэтому Тоскует моя душа И вот что дали люди Мне взамен того Почему тоскует душа Если бы они Мне дали того Развезнуждался бы Я в этом Смотри Господь Вот розовая крепкая За рук 37 У нас общий друг был Который Не любил Этого самого Какого Вот этого Ну писателя Нерофеева Ну не любил Фигня Все это Единственное Что у него Вот это вот Графики Вот эти Как молодой пил Как пил Более постарше И как пил Ровная такая линия 200 грамм Постоянно Постоянно Вот этот Старый На самом деле Да не Нормально Сызность вас Молодых ногтей Любимым словом Моим было дерзание И бог свидетель Как я дерзал Если вы так дерзнете Вас хватит кондрашка Итак Москва петушки Да И немедленно Выпил И вообще Вся вот эта Вот алкогольная Метафорика Алкогольная Мистика Связанная С именем Ерофеева Но В целом Мне кажется Водка по-прежнему Очень важный Культурный код Вот Чтобы вы не говорили О том Что она уходит Я не знаю Посмотрите на популярность Сергея Шнурова Да В Питере пить В конце концов Моментально Этот ролик Одно даже его заголовок Да Он зажигает Какие-то ассоциации У человека Ну С одной стороны Вы говорите О группе Ленинград С другой стороны Есть группа Кровосток И я думаю Популярность группы Кровосток Ну и вообще Всех вот Новых каких-то Рэп-исполнителей Она совершенно Она как раз Совершенно о другом Она не об алкоголе Она совершенно О других вещах И их суммарное Воздействие на публику Да Оно гораздо шире Чем воздействие Группы Ленинград И Там темы алкоголя Практически нет Она крайне редко Встречается То есть Шнур Это знаете Это опять же Для поколения Там 35 плюс Да А если мы говорим О молодежи Если мы говорим О молодых людях Там 18-19-20 Это они как правило Не слушают Шнура Как правило Они слушают Какой-нибудь Рэп И как правило Все это замыкается Вокруг Кровостока Который Опять же В большинстве В большинстве Их текстов Все-таки Упоминается Что-нибудь Из легких наркотиков И практически Не упоминается Алкоголь Не упоминается А что это Яна Будет значить С точки зрения Государства Насколько важным Фискальным инструментом Является водка Потому что Мне кажется По крайней мере С исторической точки зрения Со времен Ивана Грозного И со времен Затем уже Государственной монополии Если взять Историю водки По похлебке Ну как Он ее достаточно Подробно описывал Это же важнейший Совершенно фискальный инструмент Один из главных Инструментов Перекачки Ресурсов В России Ну в принципе Так и есть То есть На самом деле Если взять И советское время И 90-е годы Да вот уже Постсоветское Действительно Монополия На алкоголь Давала Очень большую Прибыль В государство Ну собственно говоря Монополия Уже С 90-х годов Ее не существует Но тем не менее Все акцизы Повышение цен И так далее И так далее Безусловно Это очень Важная составляющая Бюджета Российского И в этом отношении Конечно Достаточно Сложные времена Могут наступить В будущем Если мы ожидаем Что действительно Происходит Снижение спроса И Конечно Это должно Означать Снижение И вот этой Части Налогов Которая идет От алкоголя Посмотрим Водка Максим Да Очень интересно Как вы делали Здесь связь Водки С милитаристским Этасом Но он же Водка Наверное Все-таки Связана И с государственным Этасом Водка В России Дело государственное Царев Кабак И Спаивание Населения Это в том числе Средство социального Контроля И политического Контроля Ну Понимаете Уйдет водка Придет какой-нибудь Другой способ Выхода из реальности И вещество Которое Этому способствует Соответственно Российское государство Каким бы оно Инертным ни было Рано или поздно Оно на это переключится Может быть позднее Чем в Европе Телевидение Вот сейчас Ну нет Телевидение Никто не смотрит Телевидение С этой жесткой Временной сеткой Оно совсем Уже для взрослых То есть Люди смотрят Люди смотрят Ютьюб Люди смотрят В общем Все медиа В социальных сетях А телевизор Это как опять же Для черноземья Для тех людей Который так и не Перебрался в большой город Ну Вопрос в том Кто избирает президента В восемнадцатом году То самое условное Черноземье Или Так сказать Вот эта вот Социально активная часть В Ютьюбе Мессенджерах И Ну Если вот Недавно Появился этот совет Блогеров И так далее И так далее И вот Какой-то видеоблогер Совсем юный Выступал В Государственной Думе И так далее Ну Это говорит о том Что в общем Телевизор Ну это как бы Совсем старое Можно даже сравнить Возраст этих блогеров То есть Выступает блогер Который Моргер 16-17 У него охват Примерно сопоставимый С Киселевым Да И тут С 60-ти Там С 5-ти Ну Максим Все-таки Несопоставимый У нее там 3 миллиона подписчиков Там Рейтинг Рейтинги У больших программ Новостных У первого канала У России Там просто охват Другой совершенно Мы не знаем Как их смотрят Здесь мы видим Что человек точно досмотрел До конца Да Это конечно Мне кажется Очень поколенческий взгляд Вы смотрите Как молодой человек Если посмотреть По аудитории То Про молодые возраста Да Но я думаю Что Ну я не знаю Условно говоря Там Чем старше человек Тем конечно Больше люди Это смотрят А если взять Там не знаю 60 плюс То В основном Это конечно Телевизор Безусловно Ну соответственно Пока Доля пенсионеров В российском обществе Большая Телевизор сохраняет Она будет расти Я вам скажу Вы говорите Пока доля пенсионеров Большая Пока не придут Нынешние поколения На пенсию Вот еще Наверное Так можно сказать Нет Ну понятно Что государство Найдет Какие-то Способы Создания Альтернативной Реальности Да Альтернативной Повестки Для населения Но Все же Мне кажется Исторически Если посмотреть Роль Водки Не случайно Была очень высока И параллельно Становлению Русского Самодержавия И Она особенно Возрастала Скажем В периоды Военных Авантюр Не знаю Там Перед Первой Мировой Войной Как я Вспоминаю Водка Полностью Фактически Наполняла Военный Бюджет России Алкоголь Алкогольный Акциз Так что В этом отношении Конечно Изменяющиеся Модели Потребления Алкоголя Не знаю Мне кажется Подрывают Традиционные Модели Перераспределения Ресурсов Государства Вот этого Нашего Военного Гарнизонного Мобилизационного Государства У Льва Троцкого Была замечательная Статья Церковь и Водка Он говорил о том Что Романова Их власть Держалась В России Исключительно На двух Институтах На церкви То есть священник Абсолютно Монархист Черносотенный Монархический Священник Который Учит людей Любить царя И водка Которая Глушит Проблемы Глушит Энергию Которая Могла бы Пойти На взрыв Систем Тогда Прямо Патроцкому Сейчас происходит Потому что Нет Я имею Ввиду Церковь Потому что На самом деле Сейчас же Рост Церкви Очень большой Влияние Церкви Точнее сказать Опять же Если посмотреть Ну я не знаю По сравнению С 90-ми годами Доля людей Которые Ну так или иначе Считают себя Верующими Она возросла Просто в разы То есть сейчас Вот по данным Порядка 80% Людей В России Говорят Что они Верующие Или Более-менее Верующие Тогда как 20 лет назад Это была Просто обратная Пропорция Вот Знаете Я вот своих Студентов Спрашивал Накануне Пасхи Пойдут ли они В церковь И никто из них Не пошел У меня в общей количестве Было больше 100 Ну в разных группах Людей И в общем Из них На Пасху На главный праздник Всех православных Христиан Пошел по-моему Только один человек Ну признался Что он пойдет Ну вы совершенно правы Потому что разница Между декларацией Верить человек Или нет И посещением Служб Очень большая Люди Которые активно Посещают службы Опять же Вот это данные 16-го года Это порядка 5% Которые часто ходят Но тем не менее Для Мне кажется Восприятие Для сознания Это в общем Может быть Важным каналом Даже если ты не идешь В церковь Как таковую Опять же Есть пожалуйста Каналы Есть телевидение С церковными программами Я не знаю Есть ли блоги Священников Нет Это есть Это появляется В интернете Это есть Но в целом Конечно Понимаете Вот то что здесь Куда этот разговор Выруливает Я понимаю Что это рушатся Какие-то традиционные Столпы Вообще Российского мира Русского мира Русского сознания Одним из которых Является водка Вторым В последнее время Последний век Является телевидение Церковь О которой мы уже говорим Это какие-то Такие столпы На которых держится Вот эта вот Государственно-крепостная Система Стоящая И Не факт Что мы вползаем В какую-то Лучшую реальность Там более западную Реальность Там либеральную Не знаю Лучше она или хуже Это кому как Как посмотреть на то Да Но в любом случае Старая реальность Ее Три кита Да Ее столбы Становятся Все более шатками Знаете По-моему У экономиста Лугьяна У него было хорошее Такое замечание В одной из его статей О том что В общем Российская империя Начала сильно ослабеть Когда люди уехали Из деревни И перебрались в город И получили городские профессии Потому что Пока люди жили в деревне Пока они были наивны Пока им можно было Управлять при помощи церкви И водки Российская империя Была действительно могущественная И простиралась От Аляски До Германии До Австро-Венгрии А вот Как только люди Начинают переезжать Как только Меньше Они становятся Менее На них меньше Менее манипулируют Менее манипулируют При помощи Вот этих двух институтов Которыми Государство научилось Владеть в совершенстве Российская империя Сжимается Падает И так далее Об этом можно сказать Ну это да Об этом много Если можно вспомнить Внутреннюю колонизацию Это как бы Вот это вот средство Внутренней Канализации Извините Случайную оговорку По Фрейду Да И колонизации Потому что Ну да Это средство Государственного Политического Социального контроля И водка В том числе Колонизации Территорий России Государством Вообще Если на смену водки Придет пиво С точки зрения Воздействия на сознание Это Вполне достойный Заменитель Ну мне кажется Пиво тоже с ним Свои проблемы В свое время Я думаю еще сделаем Может быть программу Про это Там тоже Пивной алкоголизм И как бы Всякие пивные фестивали И сочетание культуры Потребления пива С тем же С телевизором Или с какими-то Массовыми действиями И так далее Она тоже довольно Сильная корреляция Конечно да Мне кажется Спасение России в вине Если бы мы жили в другом Если бы мы жили в другом Климате Слушайте Ну есть же все-таки Торговля Есть же и импорт Можно не дорогой Максим Вот вы как считаете Какой 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 алкогольный напиток Привезет Россию К Так скажем К открытию Душ Границ Ну не уверен Что про алкоголь Свободе Ну насколько Понятные силы того Что я сказал Я бы вообще не верил Вы не пищи Но тем не менее Вы что хотите На всю Россию спроецировать К тому что Не К тому что Время алкоголя Вообще Подходит к концу Это слишком дорого Скорее всего Дешевле Другие вещества Почему же дорого Ну не знаю Вино там Я не знаю Где-нибудь там В Италии В Испании Это в Италии В Испании Когда его привезут Через растаможек Логистика по России И так далее И так далее И так далее Получится Полностью приличную сумму Я думаю Не только дело в этом На самом деле Конечно Это и привычка И культура Поскольку Ну по сути Как передаются Паттерны потребления Да Они в любом случае Первая инициация Это либо друзья Либо это родители Ну там Средства массовой информации Я не знаю Кино Это в гораздо меньшей степени Поэтому Чтобы Научить россиян Пить вино Не так как водку Выбирать хорошее вино Эта традиция Должна откуда-то прийти Мне кажется Она сама по себе Не родится У нас была тенденция Когда действительно Было видно Что наряду с пивом Росло потребление вина Оно выросло там По сравнению с 90-ми годами Но это несравнимо Конечно Несопоставимо там К пиву Или к водке Ну это делается Мне кажется Скажем там Мы видели Как в 20 веке Многие традиционно Такие Хардо алкогольные страны Или пивные страны Переходили на вино Вот скажем Британия Великобритания Там это нормальная Как бы культура среднего И lower middle class Ну хотя там конечно Тоже пиво много пьют Там В Лондоне Там после Рабочего дня Видно как Весь сити Весь офис Стоит по пабам Да-да-да Все-все с кружкой пива Но тем не менее Мне кажется Что Изменение Основной культуры Основного алкоголя Потребляемого населением Оно очень сильно влияет И на политическую культуру И на социальное взаимодействие Я в этом отношении Большой сторонник Красного вина В умеренных количествах Тут я бы вас поддержала Потому что я тоже Очень уважаю вино Здесь и афинский полис Красное вино И итальянские города Государства Где зародилась демократия Это считать Что если мы Относимся к Европе Если мы сейчас Оглянем количество Кальянных Которых нас тут окружает Вот И какой бешеный спрос На них Особенно если Сейчас возьмем На выходных И приедем На МГУ На Воробьевы горы К смотровой площадке И посмотрим Сколько там людей Сидят вокруг кальяна Это сотни Может даже тысячи То есть они приезжают О масштабах распространения Танец живота там не танцует Танец живота не танцует Музыка как правило Что-нибудь такое европейское Модное новое Но кальян Вся моя форма И вот все эти штуки Они вполне Да И то есть Я думаю Вот куда-то в эту сторону Все это движется Москва как столица Объединенной Евразии Ну вот Евразия Персия В снегах Вот это вот Ну что же Я тем не менее Хочу закончить программу На призыве На своем твердой убежденности В том что Россия Все же европейская страна Вот И избавляться нам нужно От колониальных привычек От привычек В этой внутренней колонизации Государственного крепостничества Рабства И водка Вот хотите верить Хотите нет Хоть это считается Такий русский путь к свободе Я сказал бы так Что это путь к внутренней свободе Но к внешнему закрепощению человека Человек кажется Что он освобождается внутренне Но он закрепощается внешне И закрепощается в том числе К государству Так что нынешние тренды Которым рассказывают наши гости Яна Рощина и Максим Грунов Это все же Тренд к освобождению человека И к разрушению традиционных Скреп и основ Русской крепостной государственности И это прекрасно Пейте красное вино Это была программа Археология Меня зовут Сергей Медведев Оставайтесь на волнах Радио Свобода И телеканала Настоящее время Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова